здравствуйте дорогие друзья сегодня суббота с вами елена смирнова и вы на канале сам есть чикаго сегодня я хотела бы затронуть тему связанную с эрой водолея потому что мы в ней живем есть много изменений иногда драматических но в основном это изменение очень-очень мощные которые мы наблюдаем как вокруг нас так и внутри нас и в наших отношениях с другими людьми иногда то что происходит воспринимается как само собой разумеется а иногда это шокирует я хочу сегодня затронуть тему связанную с коммуникациями тем как мы общаемся но этот момент я хотела бы рассмотреть не с точки зрения психологии а с точки зрения эзотерики с точки зрения того как выглядят наши формы общения откуда-то из космоса если мы там поднялись на облако наблюдали бы как происходит общение мне хотелось бы провести здесь некоторые аналогии чисто исторические связанные с формами общения и тем что нас ожидает в будущем и так давайте самые экзотические формы рассмотрим которые называются биологическая телепатия дело в том что наше тело вообще-то мы делим с физическим миром и у животных это физическое тело по во многих параметрах такое же как наше в том смысле что инстинкты все что связано с нижними центрами у людей точно также это связано с нижними центрами у животных другое дело высшие центры они уже так сказать у человека больше развиты и если говорить про общение то животных она ведь и есть и в большей степени она связана с биологическими механизмами вот принято называть такой тип общения у животных как биологическая телепатия надо сказать что люди издревле использовали животных для того чтобы между собой общаться люди то понимали что между животными есть общение и они брали этих животных и их методы общения себе на службу вот я хотела напомнить такой тип как общение или передачи информации на расстоянии который использовался у посвященных катар это юг франции в средние века это была христианская община но они использовали улиток для того чтобы передавать быстро информацию поскольку там были сложности с военными действиями как раз получалось что необходимость в дистанционных передачах дистанционных каналах по передаче информации такая необходимость возникала когда шли военные действия сейчас уже известно что не только вот в средние века у христиан были такие методы но сейчас уже доказано что и на древней руси тоже были методы без проволочной передачи информации на расстоянии вообще каждый год приносит много новостей но я сейчас несколько слов расскажу о том что о самом этом механизме и так если вы помните вы наверно знаете уже эту историю например было две группы на расстоянии нескольких километров друг от друга и нужно было передать срочную информацию о том что приходит враг для этого брали пару улиток которые были связаны друг с другом биологически то есть они могли жить вместе какое-то время касаться друг друга может быть у них были интимные отношения улиток но они знаете двух полы то есть одна особь может быть и того и другого пола одним словом если мы используем современное понятие как квантовое запутывание то есть вот эти две улиточки должны были друг с другом быть в неких отношениях потом одну улитку оставляли в одной группе или в бригаде или в одной части армии а другую улитку передавали в другую часть армии при этом вот эти улиточки если на них как-то воздействовать например уколоть иголочкой или как-то заставить ее двигаться то вторая ее пара будет совершать такие же собственно действия можно было использовать алфавит например в коробочку расставляли буквы и улиточку ну как бы подгоняли чтобы она шла от одной буквы к другой в это время другая улитка в другой армии тоже как бы инстинктивно бессознательно тоже начинала двигаться по этим же самым буквам и так очень быстро передавалась вот эта информация о том что приходит враг или там мы передвигаемся в другое место в другое пространство что-то такое надо сказать что то что я рассказываю связано с тем как люди использовали животных но они точно также использовали их например почтовые голуби это общеизвестная вещь надо было их конечно дрессировать как-то подготовить но мы знаем что на востоке в арабских странах в дворцах очень были популярны вот эти вот почта голубиная мы знаем что и собачкам тоже привязывают на шею письмо и она бежит своему хозяину передает то есть животных мы используем если говорить про то каким образом люди друг другом общаются то когда появилась письменность то конечно передавали какие-то письма на бересте или на папирусе там изображалась какая-то информация но это была очень долгая процедура чтобы передать кому-то что-то здесь человек все равно включал свою энергию и он мог что-то написать оставлял как бы следы энергетические на этом тексте и передавал другому человеку ну конечно есть совсем экзотические варианты надо их все-таки упомянуть вот махатмы например востока они умеют такие письма передавать друг другу без бумаги они просто методом осаждения из воздуха вот эту информацию опускают как бы в материи и она появляется у них перед глазами или на бумаге если они подложили чистый лист бумаги или просто она появляется в каком-то виде вот эти буквы они могут читать эти тексты без обычной почты но для этого нужно быть махатмой у нас сегодня тема другая о том что когда стали появляться телеграф например телефон то это очень ускорило контакты людей друг с другом мы к этому относимся и как к чему-то естественному вот дети рождаются сейчас и они уже приходят в окружение вот этой цивилизации вот этой техники или электроники которая позволяет коммуникациям происходить более быстро более объемно более надежно даже в такие места где ну где трудно например через мобильники да где может быть связи нет все-таки каким-то образом вот эти контакты сейчас возможно чего не было еще сто лет назад например нам конечно это о многом говорит если мы задумываемся если мы задумываемся почему контакты и обмен информацией становится все более ускоренным более быстрым и более доступным почему так почему если раньше надо было там с улитками с голубями или там письмо ждать полгода пока она кораблем дойдет куда-то то сейчас это все за несколько секунд с одного полушария в другое приходит эта информация вот почему что происходит почему вот эта информация таким образом нет почему эти процессы ускоряются вот здесь вот например даже такая вещь как вот этот skype да вот у нас групповые встречи бывают в зуме скайпинге целые группы там много человек могут быть на конференциях одновременно мы друг друга видим и здесь уже обмен информации идет не только через письмо и тексты но и через визуальный ряд мы видим этого человека мы посылаем ему импульс из глаз мы видим как ведет себя человек и его телесное поведение все это мы видим и это дает больший объем вот этой информации которой мы обмениваемся тут очень важно спросить нам друг друга о том что это вообще такое информация которую мы передаем вот например один человек другому хочет передать какую-то информацию по например skype в этот момент он ему посылает изображение или например в письме он вкладывает туда фотографию или фотографию он вкладывает в электронное дать сообщение что такое вообще фотография что такое вообще изображение и плюс к этому еще вопрос а что такое вообще голосовое сообщение когда мы слышим звук из какого-то аппарата и идентифицируем его связано с голосом другого человека что это вообще такое вот эти звуки что это ну там телеграф понятно да там все таки там а звука морза может быть и так далее но вот когда мы уже с вами живем сейчас когда голос и изображение визуальное очень быстро распространяется что это вообще такое наверное вы уже догадываетесь или понимаете или уже сталкивались с этой информацией что голос голосовое сообщение и визуальное изображение особенно двигательное происходит на эфирных планах и представляет из себя астральные образы вот этот вид коммуникации о котором мы сейчас говорим он уже происходит не на физическом плане но вот представьте вот вы сидите да сейчас смотрите железный там этот монитор металлический пластиковый монитор а из него увидите мое лицо на лицо говорит какую-то информацию вы же меня лично не видите вот меня не касаетесь физически мы не находимся в контакте мы с вами перешли совершенно в другое пространство общения и это пространство называется астральным эти астральные образы раньше если фотографию послали статическую взял ее и все равно она много дает информации можно через нее влиять на человека но сейчас это уже взаимодействие происходит на другом плане то есть за последние где-то 50 лет все человечество перешло на общение на астральных планах мы физически сидим и живем на физическом плане на плотном общаемся вы на астральных планах то есть с одной стороны эти астральные планы как бы спустились вниз и между ними вот эти связи разрушились вот эта завеса разрушивается между физическим и тонкими мирами а с другой стороны вот этот план тонкий он уже тут находится тут и все что мы видим все что мы говорим все что мы передаем все что мы создаем в виде 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 или форме видеозаписи в форме кино форме песни аудиозаписанной это все навсегда остается в астральном плане как в другом государстве в другом плане и она не просто отпечатывается в хрониках акаши она там продолжает жить в динамике и после смерти мы туда с вами перейдем и мы там это увидим и встретимся с теми людьми с кем мы тут обменивались видео контактами и теми продуктами которые мы натворили тут например видео фильм сделали или записали песню какую-то мы туда придем это возьмем это будем слушать видеть и она будет нас преследовать если мы внесли туда какой-то баланс она там нас будет радует а если мы внесли туда какие-то свои низкие эмоции она нас просто преследовать будет пока не рассыпется на это может уйти сколько угодно время не знаем сколько это не просто эзотерика это уже ученые открывают вот нейробиологи из стэнфордского университета изучая мозг в момент рассматривания образа другого человека изучали мозг и обнаружили что отвечает за этот процесс три три области одна из них это зрительная информация но это понятно с глазами связано другая связана с памятью и вот ну как можно сказать оперативная или эпизодическая память это когда туда откладывается то что сейчас произошло а потом она отложится в постоянный астральный атом пойдет на вечное хранение и мы встретим это все к после смерти это через память так работает и третий очень интересный момент третьей области в мозгу отвечает за способность прокладывать маршруты это значит что когда мы например с вами представляем образ другого человека он может быть двигается вот вы закрыли глаза и представили образ на бабушке своей например видите что она там на кухне что-то дело то в этот момент с одной стороны зрительная информация получается благодаря работе глаз одновременно запоминается этот эпизод когда вы представляли бабушку на кухне и самое интересное вы мысленно бессознательно прокладываете путь к этой бабушке вы как бы к ней идете хотя она бабушка может быть живет другой стране но вы мысленно в этот момент туда сходили это значит что в астральных мирах мы прокладываем маршруты к тем людям кого мы себе представляем и хотя нам кажется что это мы делаем физическом мире сидя на кресле и мы представили какого-то человека или вы лежите в кровати перед сном представляете какого-то человека вам кажется что это все дальше кровати не пойдет оно оказывается вы в этот момент пошли к нему сходили туда где вы его себе представили проложили маршрут и этот маршрут зафиксировался как светящаяся линия в астральных планах то есть мы сейчас с вами столбим как бы затаптываем остальные миры мы формируем заполняем своими образами своими аудио и видео продуктами и опять же своими маршрутами когда мы представляем знакомых или незнакомых людей мы протаптываем там мысленно дороги в результате получается что вот этот тонкий мир куда мы потом придем после смерти во первых он уже нами создан нами окучен он нам знаком и он становится более тесным во взаимодействие друг с другом то есть он сплачивает человечество вот этот астральный план через коммуникации потому что люди не существует по одиночке все человечество целиком называется человеческая раса или там адам да и называют но так условно да такой символ есть вот адам это такой совокупный образ который состоит из клеток и там вот все эти люди мы человек не существует а не и для того чтобы нам понять это что мы не существуем отдельно для этого мы используем вот этот механизм заполнение астрального тонкого плана тонкого мира но нам трудно представить вот выси мы сидим вот сиди человек один в комнате и кого-то представляет нам трудно представить что в этот момент мы абсолютно реально на тонких планах взаимодействуем с этим человеком навечно между нами образуется ниточка она завязывается и после смерти мы там опять будем вместе хотим мы этого или нет вот почему возникает очень очень серьезный вопрос о сознательности того что мы делаем думая про какого-то человека мы должны сразу включать осознание мы на него воздействуем и воздействуем на себя и мы себя завязываем с ним полностью следующий момент это то что мы переходим к новой эре сейчас у нас уже вовсю буйно цветет эра коммуникации в астральном плане если раньше еще с несколько тысяч лет назад у нас коммуникации происходили только глаза в глаза или через с помощью животных например голубей да или улиток то сейчас у нас идет совершенно другой тип коммуникации через астральный план что нас ожидает в будущем в будущем нас ожидает еще более высокий уровень коммуникации который может быть связан с ментальным планом вот на этой схеме я попробовала нарисовать чтобы было понятно нам что мы с вами физическими телами физическими глазами ушами и мозгом физически мы живем на плотном плане на физическом плане и вот здесь мы раньше общались друг с другом жестами взглядом и использовали животные тела животных физические тела животных ну например вот там собачки что-то там не привязывали передавали там какие-то что-то какую-то информацию в другое место теперь мы с вами вышли в тонкий план и мы сейчас живем с вами одновременно физическом плане и в тонком плане потому что в этом тонком плане которые условно называют астральный план очень условно единицы взаимодействия это образы вот эти образы они принадлежат вот этому астральному плану мы сейчас только этим и занимаемся интернет это весь это такой мешок с образами причем они такие живые двигаются и хотя мы не можем пощупать они всего столбят нам вот этот астральный план когда человечество полностью вот этот астральный план замастит и более-менее начнет как-то контролировать пока не контролируем это совершенно ни на индивидуальном плане ни на общем групповом не умеем вот когда вот это все закончится обучение там на астральном плане когда мы начнем понимать ответственность за то что мы творим тогда нам будет позволено всему человечеству всей расе выйти еще на следующий ментальный план и тут начнется телепатическое общение минуя физическое общение минуя образное а только на ментальном плане посылка мыслит одного человека к другому это очень опасная вещь потому что на ментальном плане можно такую мысль послать которую можно в общем то использовать как оружие это страшно поэтому мы туда пока не допущены хотя единицы такие есть для того чтобы выйти на ментальный план и научиться телепатии необходима концентрация нужно настолько сфокусироваться на том что нас интересует сконцентрироваться на посылке причем образ должен быть не на первом месте а просто как адрес некий куда посылается мысль нужно уметь концентрироваться но мы этого тоже не умеем поэтому нам учителя человечества говорят если вы хотите эволюционировать то начинать надо с обучение себя концентрации и фокусировки концентрация это один из видов медитации которые нужно практиковать наши учителя нам говорят что детей нужно обучать с младенчества концентрации и памяти того что происходит вокруг них для того чтобы осознавать и посылать вот этот свет сознания в ту точку на которой ты концентрируешься если мы не освоим вот эту концентрацию то конечно на ментальный план и на телепатию мы не перейдем это взаимосвязанные вещи и так дорогие друзья тема это мне например очень интересно потому что я с каждым днем все чаще чаще вижу подтверждение того что каждый наш образ одновременно присутствует в тонком плане и одновременно отрабатывается назад то есть каждый наш образ каждое может быть слово каждая мысль немедленно отражается или в телевидении или в словах другого незнакомого человека или в каком-то тексте все удваивается и все продолжает существовать вне нас хотя творцом этих образов и этих слов является являемся мы каждый человек и так дорогие прежде чем мы с вами простимся я хотела бы вам пожелать я хотела бы вам пожелать удовольствие и радости радость и удовольствие на религиозном языке называется благодать это когда энергия приходит сверху светлая теплая приятная счастливая она приходит обволакивает тебе так приятно так хорошо когда бывает такое хорошее настроение когда ты сам делаешь что-нибудь хорошее вот я и желаю нам всем делать только хорошее друг для друга и пребывать в состоянии радости и так дорогие друзья я с вами прощаюсь всего хорошего счастья любви до следующей встречи а